Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной Сми. И сегодня, за долгий период, мы решили поиграть в бадминтон. Долго собирались, но как-то все не могли собраться. Вот, наконец, взяли и пешочком пройтись, прогуляться, и поиграть в бадминтон. Благо, все для этого условия есть. Вот, в частности, мы сейчас находимся в парке Сосновка. И здесь, вот, вы видите за мной корты. И сейчас я нахожусь на корте, специально оборудованном. Да, только что мы, так сказать, провели сеанс одновременной игры. Вначале не очень клеилось, но потом даже очень ничего. Разыгрались хорошо, так сказать, опробировали удар. Благо, опыт большой был когда-то. Осталось только вспомнить, память помнит. В общем, всем советую такую нагрузочку. Если вы только давно не играли, ну, конечно, надо немножко размяться, поиграть, потом сделать паузу, потом снова поиграть. В общем, хорошо, бадминтон я очень люблю. Ну, мы не придерживаемся каких-то либо правил. Просто взяли и играем, да. Не на счет, не на что, а просто ради удовольствия. Даже, знаете, на удержание. Вот самый кайф – это не кто кого переиграет, а сам кайф в том, чтобы именно вот на удержание, когда у тебя получаются удары, когда баланчик зависает в воздухе. В общем, очень хорошо, очень нравится. И, кстати, мы здесь не одинокие. Здесь вон там играют люди, да, с детьми играют, взрослые играют. В общем, здесь постоянно кто-то играет. Кстати, я хочу сказать, покрытие, вот это покрытие. Я вначале думала, что это асфальт. Нет, друзья, это не асфальт, это специальное покрытие такое. Достаточно мягкое, на нем очень удобно играть, нога не скользит. Но мы поиграли и на травке, на земле, потому что мягко. Ну, и поиграли вот на таком специальном покрытии. В общем, очень понравилось, будем повторять, будем брать с собой ракетки. И хотя бы 20 минут такой небольшой разминки – это очень полезно. У нас в Петербурге хорошая погода. Правда, обещают дожди, но нормально все равно. Но на август у нас девочки писали, что кто-то собирается к нам в Петербург. Так вот, в августе, девочки, будет хорошая погода. Приезжайте к нам в Петербург. Обещают сухо, что уже хорошо и тепло, комфортно. Жары не будет, поэтому вы сможете и погулять, и посмотреть, и посетить музеи, и парки. И вообще у нас в Петербурге такая достаточно дружелюбная, хорошая, спокойная атмосфера. Я ничего не имею против других курортов Краснодара, моря. Но, вы знаете, Петербург – это, конечно, памятник, город-музей. И здесь есть что посмотреть, отдохнуть. Но, конечно, все это, к сожалению, сейчас подорожало, поэтому нужны деньги. Но, в принципе, есть такие памятники архитектуры, в частности, церкви, монастыри, которые не требуют никаких больших материальных затрат. Те же самые парки. Например, тот же самый Павловск стоит входной билет 150 рублей. А если вы пенсионер, то 50 рублей. Также для пенсионеров, допустим, в четверг бесплатный вход. То есть все равно вы можете приехать и, в общем, посмотреть предварительные цены и бюджетно организовать свой отдых. Но, конечно, захотите, если в Петербург, там цены дорогие. Но это того стоит, чтобы, как говорится, побыть один раз, посмотреть, полюбоваться. И, в общем, эти впечатления останутся у вас навсегда. Могу сказать, что когда я путешествовала по Европе, тоже цены были достаточно убедительные. То есть тот же самый Лувр, та же галерея Уфицы, тот же Ватикан стоили на тот момент, минуточку сказать, 11-12 евро, а то и больше. Поэтому, да, памятники архитектуры, культуры, истории, вход в них не может быть, наверное, бесплатный. Но у нас всегда есть льготная категория граждан для жителей Белоруссии, для жителей России, и вы можете что-то бюджетненько посмотреть. Всё, друзья, на этом заканчиваю небольшое включение. Всем желаю хороших выходных. Напишите, пожалуйста, как вы проводите свой досуг, занимаетесь ли вы любительским видом спорта. Вот такого плана, как бадминтон, теннис, какие-то пробежки. Будет очень интересно. Ходьбой, возможно. Как вы любите отдыхать именно активным способом. Потому что большинство из нас любит, так что уж тут говорить, совмещать, любит пикнички. Ну, конечно, от еды никто не отказывается. Конечно, нужно восполнять свои утраченные силы. Но, вы знаете, алкоголь, алкоголь, он вреден. Он очень плохо отражается на нашем с вами здоровье. Поэтому алкоголем лучше не злоупотреблять. Вот. А с вами была Анна Сми на канале Питер Видео. Всем желаю хороших выходных. Будьте здоровы, не болейте. Всего вам доброго. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok